Отличать зерна от плевел, правду от лжи, во все времена это важные навыки, помогающие держать связь с реальностью. Особенно в условиях конфронтации со странами Запада и борьбы с неофашизмом. Сейчас просвещением россиян занимаются лекторы университетов, политические и общественные деятели. Эти люди входят в общество знания, которое проявляет себя активно на протяжении двух лет. Как сказал наш президент Владимир Путин, знания снова должны занять место одной из главных ценностей российского общества. В то же время эта ценность должна быть притягательной и доступной. Нужно работать с людьми всех возрастов, особый упор сделав на работу с молодежью. Деятели общества знания проводят лекции на базе вузов, министерств и библиотек. Так в педагогическом университете регулярно организуют тематические уроки по проверке фактов и работе с информацией. От исторического просвещения до международных отношений. Аудитория на подобных занятиях разнообразна, начиная от школьников, заканчивая работниками силовых структур. Это и курсанты летного училища, это и сотрудники министерств, сотрудники правоохранительных органов, других структур. Наблюдательный совет общества знания создали в прошлом году. По итогам 2023 года Ульяновское отделение оказалось стройки лидеров по количеству проведенных мероприятий в ПФО. Всего их оказалось 756. Было заключено 15 соглашений о сотрудничестве с партнерами. Особое внимание было уделено выстраиванию партнерской сети. На конец 2023 года было подписано 15 соглашений о сотрудничестве с партнерами. С правительством Ульяновской области, с четыре профильные министерства с нами подписали соглашения. С высшими учебными заведениями, общественными организациями, территориальными органами исполнительной власти. На заседании наблюдательного совета глава региона наградил выдающихся просветителей благодарственными письмами. Виктория Черкова, Герман Баранов. Ульправда.ТВ.